Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Сегодня, 6 мая, эфир канала РНТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, смотрите в ближайшее время. Казак на посту. Из бюджета Анапы выделили дополнительные средства на содержание личного состава казачьей дружины. Анапчане встретили 1 мая, праздник которой лишился советской идеологической окраски, но сохранил свои главные атрибуты. Христос воскрес. Православные христиане отметили великий праздник Пасху. 1 мая – день весны и труда. Анапчане отметили традиционным праздничным шествием. Это один из немногих дней в году, когда центральные улицы города перекрыты для проезда автомобилей и переполнены людьми. Пройтись по центральным улицам города, демонстрации с цветами, шарами и флагами, вышли более 6000 анапчан. Центральную колонну возглавили глава курорта Сергей Сергеев, председатель совета Леонид Кочетов, представители администрации, ветераны Великой Отечественной войны. Открылись шествия знаменосцы. Флаги России, Кубани и Анапу несли самые известные спортсмены города. Призеры чемпионатов – Олег Чен, Валерий Ткач, Вячеслав Шаламов. Праздничные колонны прошли по центральной улице города, Крымской до Театральной площади, где всех приветствовали глава Сергея Сергеев, депутаты, на самых почетных местах ветераны войны и труда, многочисленные восторженные зрители. Учебные заведения, спортивные школы, здравницы и предприятия – все готовились основательно. Продумывали экипировку, украшения и атрибутику. Для многих из зрителей такое масштабное шествие напомнило праздничный Первомай былых лет. Я вспоминаю прошлое. Я жила в советской стране. И как память было весело. Не очень жирно жили, но весело всегда. Первое мая – это всегда отстворяет весну, любовь. Мир, май, труд. Весеннее настроение для нас. Это как закалка нас еще тех времен. Это очень хороший праздник. Он символизирует как мир, труд, май, все мы знаем. И просто нравится этот праздник. Этот праздник очень крутой. Город воинской славы встретил Первомай достойно. Флаги, воздушные шары, транспаранты. Всех анапчан сплотил общий праздник. Творческие коллективы города продемонстрировали разнообразие национальных культур и невероятный творческий потенциал. Так демонстрация переросла в концерт. Вадим Родин, Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. По окончании демонстрации трудовых коллективов на театральной площади города с концертной программой выступил Народный муниципальный духовой оркестр под руководством заслуженного работника культуры Кубани Валерия Степанова. Оркестр на протяжении 39 лет исполняет классическую, народную, эстрадную, джазовую музыку. Самые известные концертные программы коллектива – это музыкальный калейдоскоп, произведения на тему Великой Отечественной войны, концерт классической музыки и произведения для трубы с оркестром. Начиная с мая и до конца лета духовой оркестр будет играть на открытых площадках Анапы. 1 мая жители села Супсехи Варваровка традиционно собрались на митинг у памятника Дмитрию Калинину. Моряк, десантник, капитан шагнул в бессмертие, подорвав себя гранатой вместе с врагами, чтобы не сдаваться в плен фашистам. Он совершил свой подвиг ровно 70 лет назад. Вахту памяти вместе со всеми несли наши корреспонденты. Об этом в следующем сюжете. Кроме группы Зимцова погибли почти все остался живых. Капитан Калинин. Он в одном из писем жене писал. «Знай, что если я погибну, только в бою и стоя». Ветеран Великой Отечественной войны, писатель, краевед Гигам Амаякович Паладянц написал книгу о подвиге разведгрупп десантников, погибших 70 лет назад на высотах под Варваровкой. Каждый год в годовщину киберегероя Советского Союза Дмитрия Калинина Гигам Амаякович участвует в митинге. Он частый гость в средней школе села Варваровка, где открыт музей имени Калинина. И подрастающее поколение хранит память о подвиге освободителей. Будем помнить о его замечательном подвиге и что у нас есть такой замечательный герой. Для меня сегодня очень памятный день и великий, потому что я сегодня вступила в пионеры, чтобы чтить память Дмитрия Семеновича Калинина. Он очень добрый был и очень отважный. Он для нас сделал многое и за это мы живем, потому что он защитил нашу родину. В митинге приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, казаки Анапского районного казачьего общества, школьники, ученики казачьих классов, кадеты, военнослужащие. Полным составом на митинг прибыли воспитанники военно-патриотического спортивно-технического клуба «Наследники Жукова», который курирует казачий курень Ореховый и школа ДОСАВ. Военно-патриотическое воспитание вкупе со спортивным – это самое главное воспитание в жизни детей. Мы считаем, что только зная свои корни, зная победы своих дедов, в этой жизни можно добиваться на спортивных аренах действительно высоких побед. Участники митинга возложили венки и цветы к памятнику. А в это время на море военный корабль дал гудок, отдавая дань памяти десантникам. Одновременно члены Федерации зимнего плавания Кубани спустили на воду венки и цветы. После митинга составилась панихида по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анна Парикюн. 5 мая православные отметили великий праздник – светлое Христово Воскресение Пасху. День, который символизирует для верующих жизнь вечную и чудо Воскресения Христа. А в канун праздника, Великую Субботу, в храмы «Она» пошли верующие, чтобы заранее светить пасхальные блюда. Наша съемочная группа побывала в храме Божьей Матери Державная. Приятные предпраздничные хлопоты. В храм идут люди с корзинами и пакетами. Внутри – традиционный пасхальный набор – крашеные яйца, куличи, творожные пасхи. Еще могут быть фрукты и сладости. По православной традиции, сегодня после утреннего богослужения все это принято освящать. Батюшка окропляет пасхальные продукты святой водой. Куличи, крашеные яйца и пасхи станут центральными блюдами пасхального стола. В церкви сегодня многолюдно. Старшие поколения, молодежь, многие пришли с детьми. Светло на душе. Когда Пасха, каждый раз вспоминаешь о том, что наша жизнь не вечная. И что надо думать о том, чтобы сохранять свою душу в чистоте. Это великий праздник. Уже давно. Святее святых не может быть. Поэтому стараемся традиции наши христианские поддерживать. В ряду всех христианских праздников Пасха Христова для православных является высочайшим торжеством веры. Согласно преданию, первое пасхальное яйцо святая равноапостольная Мария Магдалина преподнесла в дар римскому императору Тиберию, объявив о воскресении Христа. Император не поверил, и тогда куриное яйцо стало красного цвета. С тех пор пасхальное яйцо для православных – главный символ праздника. Православная церковь призывает верующих разделить радость Христового воскресения с теми, кто нуждается во внимании и заботе. И не забывать о них все предстоящие 40 дней, когда по традиции верующие встречают друг друга пасхальным приветствием. Христос воскресе всем жителям города. С праздником, с светлым Христовым воскресением. Здравия, благополучия, всех-всех благ. Вадим Родин, Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа-регион. В 42-м детском саду станицы Анапской «Ласточка» накануне Пасхи прошла ярмарка детских подделок. Ребята не только старались принять участие в создании аппликации лепки и рисования, но и постигали народное ремесло. Готовясь к ярмарке, педагоги старались, чтобы не на словах, а на деле малыши поняли, что такое обряды и традиции Пасхи. На выставке представлены как детские работы, так и подделки родителей и воспитателей. Непременный атрибут праздника – пасхальные писанки. Здесь каждый юный художник рисовал свою картину. Также яркой росписью поражает глиняная посуда. Разделочные доски изготавливали родители. Малышам же досталась более творческая часть – роспись по дереву. А эта кукла сделана воспитателем из высушенных оберток кукурузного початка – талаша. Природный материал считается легким в работе и прочным в быту. Окунуться в детство решили и создатели вот этих кукол. Их вязали мамы воспитанников детсада. Акцентом выставки стали две большие куклы – казак с казачкой, сделанные руками воспитателей. Помимо представленных поделок, в садике развернулось театрализованное действие. Ребята, как и положено на ярмарке, предлагали купить различный товар. Пили частушки, прибаутки, исполняли русские народные танцы. Умение создавать прекрасное было продемонстрировано не только на ярмарке. Во дворе детского сада воспитатели сделали речку, оживили уголок различными зверушками. Ожили и березы, на стволах появились вот такие лица. По словам воспитателей, они стараются природу одушевлять, чтобы у ребенка появилось бережное к ней отношение. Светлана Авилова, Роман Карпов, Игорь Кушаков, Анапрегион. В Анапе провели ежемесячный строевой осмотр сотрудников полиции и казачьих дружин. На театральной площади построен суточный ряд полиции и казачьей дружины, заступающей на дежурство по курорту. На общем построении лично присутствовал мэр города Сергей Сергеев. Он наблюдал за проведением строевого осмотра и оценил, кто и как несет службу. Каждый анапчанин, каждый гость нашего города-курорта должен себя чувствовать уютно, комфортно и самое главное в безопасности. Выделяем дополнительные средства на содержание личного состава казачьей дружины. Сами понимаете, что лишних денег в бюджете их никогда не бывает, но считаю, что эта затрата будет не лишняя. И будет огромной помощью личному составу полиции в охране общественного порядка. Также в ходе торжественного развода были объявлены благодарности отличившимся сотрудникам и присвоены очередные заслуженные звания нескольким полицейским. Гензон ровняет. Смирно. Приказываю заступить на охрану общественного порядка в городе-курорте Анапа. Обращаю особое внимание на соблюдение законов. Прав и свобод граждан. О том, как будет проходить празднование Дня Великой Победы в городе Воинской Славы, говорили сегодня на очередном городском планерном совещании. 8 мая в Анапе пройдет открытие стеллы города Воинской Славы, а также традиционное факельное шествие. Также обсуждались и текущие вопросы благоустройства и борьба с незаконным строительством. Первый заместитель Светлана Яровая сообщила, что на территории курорта по становлению главы будут приостановлены все строительно-монтажные работы с 15 мая по 15 сентября. А также предупредила, ряд разрешительных документов на аренду земельных участков будут отменены, поскольку выданы были в разрез законодательству. Мы сегодня сталкиваемся с такой ситуацией, когда имеется и договор аренды, и разрешение на строительство в то же время на территориях, которые являются зеленой зоной, парковыми зонами, местами общего пользования и тротуары. Ну, во-первых, разрешение давалось в прошлом году, в сентябре-октябре месяце, да? Ну, видать, спешили, надо было срочно, там, 340 квадратов на Чехово, на Терск-Коннику, ну сколько квадратных метров, ход строительства, да? Ну, в парковой зоне, да, в парке же. Осталось только магазин еще построить, лучше провести в виде архитектуры, выданных разрешения на строительство. И там, где у нас есть сомнения с выходом на место, там, где есть сомнения, не ждать, когда они придут там заборы, начнут строить, для сегодня отменить эти разрешения, направить им заказные люди. И все, и пусть они обращаются на суд. Комитету по имуществу и земли, и для них есть словарный, значит, это то же самое. То есть телевизию, договоры в аренду из земли, связанных с некапитальным строительством. Я уже не говорю там о благоустройстве, там сам мог бы разрешать ничего. А там, где вы давали разрешение на некапитальное строительство, то есть зимно, под некапитальное строительство, тоже посажали деньги. Если это парки, тротуары и так далее, и так далее, Светлана Яровая также предупредила, что если поставленные ею задачи не будут выполнены до праздничных дней, то они станут для многих управлений администрацией рабочими. Заместитель мэра по экономике Яна Дуплякина сообщила, что доходы в городскую казну выросли по сравнению с прошлым годом на 127% и составили более 530 миллионов рублей. Замглавы Юрий Поляков дал поручение объявить повторные торги на аренду торговых мест для предпринимателей на летний сезон. Из 150 лотов выкуплены только 20. Наши предприниматели на сегодня недопонимают. Они думают, что если они на аукцион не зайдут, то они станут где-то. Нигде они не встанут. Как доложил замглавы Алексей Харитонов, дорога на кладбище была отремонтирована. Там проведен ямочный ремонт. Сейчас объявлен повторный аукцион на укладку нового дорожного полотна. Замглавы Людмила Гузенко подробно рассказала о программе празднования Дня Победы. Начнутся торжества еще 8 мая с открытия стелы города воинской славы, а новчан и гостей курорта приглашают на это событие к 11 часам. А 9 мая в 10 утра на театральной площади состоится традиционный парад. Затем можно будет отдохнуть на солдатском привале и отведать каши. Вечером же на театральной площади вечерний концерт, который завершится фейерверком. Площадки и коллективами учреждений культуры подготовлены новые тематические постановки Дня Победы. Написано новое авторское произведение, посвященное городу воинской славы. Улицы в центре города 9 мая будут перекрыты с 7 часов утра до самого позднего вечера. Поэтому лучше воспользоваться общественным транспортом или прогуляться пешком по улицам курорта, где будут звучать песни военных лет. Вадим Родин, Александр Кореневский, Анапа-регион. После короткой рекламы прогноз погоды на завтрашний день, который выходит при поддержке партнера стоматологической клиники «Визит». Реклама пройдет быстро, не переключайтесь. Дентальная имплантация – это вживление искусственных имплантатов для протезирования зубных рядов. И, соответственно, не во всех случаях возможно эти имплантаты вживить. Предварительно производится формирование альвеолярных отростков по типу костной реконструктивной пластики. Диагностика проходит на единственном в Анапе конусно-лучевом компьютерном томографе. Анапа, улица Ленина, 141. Погода в Анапе с 1 по 5 мая благоволит для отдыха и походов на природу. Температура воздуха будет колебаться в пределах 22-25 градусов выше нуля. В ночное время до 16-18. Усиление ветра не ожидается. Курорт будет обдувать легкий морской ветерок. Атмосферное давление тоже в пределах нормы 755-760 мм ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 14 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300.